Нагорный Карабах. Принесет ли стремительное развитие событий на Кавказе новую эскалацию в напряженных отношениях между Западом, Россией и другими странами? Об этом сегодня в программе «Отражение». У нас в гостях Вячеслав Целуйко, военный аналитик, специалист по современным вооруженным конфликтам. Здравствуйте. Добрый день. Итак, последние дни ситуация в Нагорном Карабахе, в принципе, она там как-то более-менее успокоилась, ведутся какие-то небольшие бои, но до этого весь мир всполошился, что, возможно, какая-то эскалация конфликта, того самого замороженного уже много лет, в котором тоже погибло достаточно большое количество людей, в современных нынешних условиях опять может привести к какому-то противостоянию между Западом, Россией и другими странами. Как можно воспринимать этот конфликт на данный момент? Действительно ли это может перерасти в какую-то полномасштабную войну, или это все-таки будет в каких-то локальных масштабах? Дело в том, что Карабахский конфликт, как и многие конфликты на постсоветском пространстве, даже, скажем так, все конфликты, вооруженные в постсоветском пространстве, он не урегулирован. То есть боевые действия были заморожены, хотя вот по отношению к Карабахскому конфликту это наименее правильное заключение, потому как, в отличие, допустим, конфликта в Абхазии, Южной Сетии, где боевые действия вспыхивали эпизодически, после подписания перемирия в 1994 году на линии фронта между армянами и азербайджанцами не появилось миротворческих сил, то есть буфер не образовался. Соответственно, военнослужащие обоих сторон периодически вели перестрелки друг с другом, то есть на линии фактического контроля в Карабахском конфликте боевые действия не затихали никогда. Другое дело, что они были довольно низкой интенсивности, возможно, речь шла о неком джентльменском соглашении, что в таких конфликтах допустимо применять стрелковое оружие, легкие минометы, но не применять тяжелое вооружение, что сразу бы, возможно, привело к эскалации, что мы, собственно, в апреле месяце вначале и наблюдали. Поэтому забороженным полностью этот конфликт назвать нельзя. Другое дело, что за прошедшие 22 года с заключения перемирия ни мирного договора не было подписано, ни политический статус Карабаха не был урегулирован, то есть сохранялся статус-кво, который сопровождался перестрелками перманентными на линии контроля. Что касается апрельских событий, то тут в ответ на очередные действия обоих сторон, возможно, больше даже армянской стороны в данном случае, Азербайджан решил воспользоваться этим как поводом и продемонстрировать Армении силу. Дело в том, что за последние 10 лет Азербайджан существенно нарастил свой военный потенциал. И вот тут нельзя не отметить циничную позицию Российской Федерации, которая, с одной стороны, является союзником Армении по договору коллективной безопасности, С другой стороны, продавала Азербайджану массу современнейшего вооружения. То есть наряду с Израилем Россия стала основным поставщиком современного тяжелого вооружения в Азербайджан. И вот теперь это тяжелое вооружение, которое Россия продала Азербайджану, убивало армянских солдат, то есть союзников России по организации договора коллективной безопасности. В свою очередь, конечно, Россия не только продавала Азербайджану вооружение, но и поставляла вооружение в Армению. Другое дело, что Азербайджану поставлялось современное вооружение с конвейера, а Армения зачастую довольствовалась вооружением советского производства со складов российской армии. То есть был некоторый дисбаланс в качестве. И вот этот вот дисбаланс в качестве вооружения, он и сказался в апрельских боях. Я думаю, многие видели видеоролики с беспилотников азербайджанских, как атакуют беспилотники одноразовые дроны, дроны-самоубийцы. Горящие армянские танки в окопах. То есть вот Азербайджан продемонстрировал в этом конфликте уже некий качественный скачок. То, что его вооруженные силы, благодаря техническим средствам, находятся на несколько более высоком уровне, чем у армянской армии. Да и все эти годы Азербайджан, в принципе, экономически себя намного лучше чувствовал, чем в Армении, благодаря росту цен на нефть. Безусловно. То есть Азербайджан, как и большинство нефтяных государств, как называется Персидского залива, как Российская Федерация, как Туркменистан, вот эти вот сверхдоходы от углеводородов, от нефти, газа, он в том числе тратил и на развитие вооруженных сил. Если, например, для Туркмении современное вооружение – это больше статусные вещи, хотя, конечно, наличие неспокойного Афганистана тоже и в Туркменистане может привести к использованию этого вооружения, то в случае с Азербайджаном вооружение покупалось не только для парадов, но и, как мы увидели, для применения в непосредственных боевых действиях. Ну, этому конфликту 20 лет, ну а что, из-за чего он, собственно, возник и сейчас какие цели у сторон, участвующих в нем? Значит, суть конфликта. На территории Азербайджанской Советской Социалистической Республики, то есть Соцреспублики Советского Союза, находилась Нагорно-Карабахская автономная область, большинство населения которой составляли армяне, но при этом там проживали и азербайджанцы. Когда начались центробежные тенденции в Советском Союзе, то есть конец 80-х, армяне наряду с прибалтами были локомотивом сепаратизма в Советском Союзе и, соответственно, когда армяне Карабаха подняли вопрос о присоединении Карабаха к Армении, чтобы потом оказаться в одном независимом армянском государстве, советское руководство стало на сторону Азербайджана. То есть карабахские армяне рассматривались как сепаратисты. Когда же произошел развал Советского Союза, то есть и Армения, и Азербайджан получили независимость, и особенно после того, как в Азербайджане на смену президенту Муталибу пришел протурецкий президент Эль-Чибей, Россия однозначно позиционировала себя уже как сторона поддерживающая Армению и в дальнейшем конфликте была на стороне Армении. Что касается самого конфликта, то если при Советском Союзе конфликт носил скорее форму столкновения ополченцев и добробатов с обоих сторон, то после распада Советского Союза он все больше и больше стал трансформироваться в столкновение регулярных армий. В Армении этот процесс шел быстрее, преобразование ее армии из добробатов в регулярную в Азербайджане медленнее, плюс Азербайджан очень сильно подкосило то, что в самом Баку была очень нестабильная ситуация. То есть, когда происходил процесс смены Эль-Чибея имени Муталибова, были отозваны войска с фронта для стабилизации положения в столице. В итоге армянам удалось пробить коридор из Армении в Карабах. Дело в том, что Карабахская автономная область, она не имела границы с Арменией. Это вот принципиальный момент. То есть, со всех сторон она была окружена районами, собственно, Азербайджана. То есть, соответственно, уже в 92-м году конфликт вышел за пределы собственной территории Карабахской автономной области, и армянские вооруженные силы пробили коридор через территорию Азербайджана в Карабах. Потом уже в 93-м году произошла, вообще для Азербайджана довольно тяжелая ситуация, летом 93-го года, когда президент Эль-Чибей решил разоружить формирование такого полевого командира Сурета Гусейнова в Гиандже. Туда были посланы войска, войска верные Гусейнову разоружили пропрезидентские силы, бросили фронт, то есть целый сектор фронта был оголен, и войска двинулись на Баку. Вот знаете, как у нас иногда раздаются в Украине призывы на Киев повернуть, то вот в Азербайджане это произошло на практике. Часть войск бросила фронт, повернула в сторону Баку, в итоге армяне воспользовались создавшимся положением и заняли... семь районов, собственно, Азербайджана. То есть, кроме того, что большая часть территории Карабаха оказалась под армянским контролем, но и семь районов, собственно, Азербайджана перешло под армянский контроль. Вот в результате этой операции армяне получили довольно выгодную границу с Азербайджаном. То есть, с севера Карабах прикрыт Муравдагским хребтом, то есть, высокогорный хребет труднопроходимый. С юга, захватив азербайджанские районы, удалось выйти к иранской границе, то есть, упереться в иранскую границу. И, соответственно, восточная граница Карабаха, это стала некой линией фронта с обеспеченными флангами на севере и на юге. Для Азербайджана это сейчас территория, оккупированная Арменией. Азербайджанская территория, оккупированная Арменией. Да, безусловно. Дело в том, что население самого Карабаха, и речь идет об армянском, оно довольно малочисленное. И удерживать те позиции, которые сейчас контролирует армянская страна, самостоятельно, конечно, Карабах бы не мог. Поэтому военнослужащие республики Армения находятся на территории Карабаха, и фактически конфликт идет именно между Арменией и Карабахом. Причем стоит учесть, что современные Армении управляют выходцы из Карабаха. То есть фактически вот эти образования, они слились без юридического, конечно, оформления данного факта. Так вот, после того, как в 1994 году линия фронта более-менее стабилизировалась, было подписано мирное соглашение, и последовавшие 22 года Армения укрепляла оборону. Была построена так называемая линия Аганяна. То есть сеть оборонительных сооружений, которые протянулись от Муравдага до Иранской границы, плюс и на самом высоковорном хребте ряд оборонных пунктов был создан, Так вот, Азербайджан, когда речь заходит о мирном урегулировании Карабахского конфликта, условием начала обсуждения статуса Карабаха ставит возвращение собственно азербайджанских районов. Для Армении это означает сдать свою оборонительную линию, которую 22 года строили, и сделать Карабах опять отрезанным от Армении. То есть если отдать те два района, Лачинский и Кирбаджарский, которые находятся между Карабахом и собственно Арменией, то есть вернуть Азербайджану. Поэтому для Армении выполнение этого предварительного условия фактически означает поражение. То есть после этого Азербайджан может легко решить вопрос военным путем. Соответственно Армения загнана в тупик этим положением. Но вот была надежда, что азербайджанская армия уступает армянской, как и армяне говорят, в боевом духе, в обученности. Техническое превосходство азербайджанской стороны армянами в последнее время игнорировалось, по крайней мере если судить по публичной сфере. И была надежда на эту оборонительную линию. Так вот события апреля месяца нынешнего года показали, что Азербайджан способен прорвать оборонительные позиции армян, пусть и в отдельно взятом секторе. Почему эти события произошли именно сейчас? Разделяете ли вы эту точку зрения, что Россия развязав войну в Украине, открыла эдакий ящик Пандоры и таким образом развязала и параллельно другие конфликты, которые уже много лет тлели? Да, безусловно. Россия показала, что конфликты на постсоветском пространстве можно решать военным путем. И Азербайджан, как в военном плане более сильная сторона, решила продемонстрировать силу. Показать армянам уязвимость их позиций. То есть, что Азербайджан способен прорвать главную оборонительную полосу, на которую Армения возлагала большие надежды. Плюс тут, мне кажется, еще важным фактором является обострение отношений между Россией и Турцией из-за Сирии. То есть, Азербайджан, как государство протурецкое, и в Турции существует существенное проазербайджанское лобби и общественное мнение, то, возможно, на фоне этого обострения Азербайджан заручился поддержкой со стороны Турции, которая, возможно, гарантировала ему помощь в случае вмешательства России в конфликт. Ну, армянские СМИ, например, сегодня уже сообщают, что якобы турецкий спецназ введен в Нагорный Карабах. Насколько это правда или нет, мы, конечно, судить не можем. Это может быть элементом пропаганды, опять-таки. Да, вы знаете, я пока думаю, что это элементы информационной борьбы. В Азербайджане хватает своих спецназов, там уделяли внимание их и обучению западными инструкторами и вооружению, то есть, современным оружием. То есть, там вполне хватает своих спецподразделений. Плюс, вот знаете, в армянском обществе, если судить по военным армянским форумам, было очень пренебрежительное мнение к азербайджанской армии в целом и азербайджанским солдатам в частности. И вот то локальное поражение, которое азербайджанская армия нанесла армянской стороне, возможно, очень болезненно воспринимается в обществе. И вот тут тоже идет появление мифов, что это не азербайджанцы, а какая-то третья сила нанесла это поражение. Тут про турецкий спецназ уже сказали. Вы знаете, как боевики на Донбассе рассказывают, что они воюют с спецназом НАТО, видят Абрамса и по ночам над ним летают американские вертолеты. Я думаю, это пока из той серии. Понятно. Ну, тем не менее, этот конфликт на данный момент будет решен каким путем, как вы считаете? Именно в военном или небольшими такими вот вспышками, а потом переговоры, переговоры, и на чью сторону больше перевес склонится? Тут, вы знаете, сложно сказать. Дело в том, что так как стороны находятся... То есть, Азербайджан больше перевес получает, он может получить более выгодные условия при переговорах и таким образом добиться какой-то цели. Вы знаете, учитывая там диаметрально противоположные подходы к этому конфликту, мне кажется, он переговорным путем вообще неурегулируем. То есть, вот этот конфликт будет урегулирован, если мы говорим о урегулировании, при полном поражении одной из сторон. То есть, все остальные варианты – это варианты заморозки в той или иной его конфигурации. Так как Армения, в принципе, достигла своих результатов, то заморозка объективно была выгодна ей, а Азербайджану заморозка невыгодна. Поэтому вот сейчас он и немного разморозил конфликт. Но опять-таки я подозреваю, что это больше демонстрационное действие. Но это не исключает ситуации, когда Азербайджан, возможно, пойдет на дальнейшую эскалацию. И сейчас этап у них договориться именно по поводу этих пяти оккупированных районов у Азербайджана? Их на самом деле семь. То есть, сейчас речь идет о пяти, кроме двух, которые отделяют Армению от Нагорного Карабаха. То есть, если уже передавать и эти два района, то там уже Азербайджану можно дальше не о чем не договариваться. То есть, карабахцы, я думаю, даже не будут ждать, пока эти районы будут переданы. Там все население погрузится в автобусы и грузовики и покинет территорию Карабаха. То есть, Армения не может не просто передать семь районов, она не может передать даже три ближайшие. Потому что передача этих районов означает передача всей оборонительной линии. Это знаете, как в 1939 году Советский Союз предложил Финляндии обмен территориями. Финляндия отдает часть линии Маннергейма, в которую Финляндия вкладывала деньги в ожидании вторжения Советской Армии. А взамен получает в два раза больше территории Карельских болот. Вот это та же самая ситуация. Армения не может отдать эту территорию, исходя из военной целесообразности. То есть, если отдать оборонительные позиции, то завтра азербайджанская армия легко может занять территорию Карабаха. Армения будет не соглашаться отдавать эти территории, допустим, Россия якобы не будет вмешиваться, ну предположим. Азербайджан будет продолжать наступательные действия. Вот такое развитие вы предполагаете? Вполне возможно. То есть, тот вариант, который сейчас... А если Россия вмешается? Тут уже вопрос, во-первых, реакции Турции. То есть, объективно, в данном конкретном регионе турецкие возможности больше российских. То есть, турецкая армия сильнее российской в данном регионе. Плюс еще такой момент, что из-за конфликта на Донбассе Россия ослабила свои позиции на Кавказе. И часть формирования с Кавказа была переброшена либо на Донбасс, либо в Ростовскую область. То есть, позиции России там ослабли. Во-вторых, сам конфликт на Донбассе показал ограниченность возможности российской армии. То есть, если Азербайджан примет превентивные меры к возможному российскому вмешательству, например, объявит мобилизацию и по границе с Россией развернет сеть опорных пунктов, то эти позиции вполне длительное время могут сдерживать российскую армию. Соответственно, к тому моменту, когда российская армия может оказать влияние на конфликт, возможно, уже и конфликта не будет ввиду поражения армянской стороны. Кого в этой ситуации поддерживает Запад в лице Соединенных Штатов, например? — Запад больше поддерживает Азербайджан. То есть, Азербайджан объективно пострадавшая сторона, то есть, часть территории страны оккупирована, поэтому правда как бы на стороне Азербайджана, если мы смотрим в вопросе де-юре. Тот вариант, который сейчас пытается продавить Россия, это реально, наверное, мирное урегулирование, что Азербайджан отдает Армении Карабах, предоставляет ему независимость или там полную автономию, де-факто независимость, Армении возвращает пять районов, а вот те два, которые отделяют Армению от Карабаха, их статус обсуждается. То предложение, которое озвучилось азербайджанской стороной, как поступившее от Российской Федерации. — Кстати, в «Вашингтон Таймс», вы знаете, была такая вот фраза о том, что в этот конфликт могут втянуться мировые державы. — Ну, теоретически, да. Если конфликт пойдет по пути эскалации между Россией и Турцией, Турция государства, член НАТО, то тут могут быть вообще очень разные варианты. Но пока я думаю об этом говорить рано. То есть и Россия, осознавая риски, и Турция, осознавая риски, они все-таки ведут себя сдержанно. То есть, возможно, Анкара оказывает влияние на Азербайджан, сдерживая его воинственный порыв. Возможно, Россия оказывает влияние на Ереван. Но, тем не менее, я думаю, что обе столицы получили гарантии от своих сильных покровителей, что в случае, если визави сильный вмешается, то они не оставят наедине. Допустим, у Азербайджана стоит вопрос о Нахичеване. Это территория Азербайджана, которая отделена от остальной территории Армении и граничит с Ираном, и на коротком участке с Турцией. То есть, теоретически, это изолированная территория, которая может подвергнуться атаке армянской армии в ответ на действия в Карабаке. И вот, возможно, тут Азербайджан получил гарантии от Анкары, что в случае даже армянского вторжения в Нахичевань Анкара начинает ответные действия против армян. А возможности армянской и турецкой армии просто несопоставимы. И даже те российские войска, которые находятся на территории Армении, это военная база, примерно мотострелковая бригада, это и скандерилья истребительная, плюс и срез АПВО. То есть, в принципе, умеренные силы, их, значит, может быть некая демонстрация флага. Но противостоять паре армянских корпусов турецкой армии, они, конечно, не могут. Другое дело, что столкновение между турецкими и российскими войсками на территории Армении может не быть локализовано на этой территории и перерасти в конфликты, допустим, на Черном море, на территории Крыма. То есть, тут уже эскалация, возможно, и в других регионах, в Сирии, например. Ослабили ли санкции ту же самую Россию, западные санкции, я имею в виду, что она в данном конфликте уже не сможет настолько там явно как-то участвовать, как могла бы в более сильной ситуации? Очень всегда. Безусловно, как санкции, так и то, что Россия вовлечена в конфликт в Сирии. То есть, часть ее вооруженных сил и материальных средств. Две войны, по сути, и так. Да, и так есть две войны. То есть, тут еще только третьей не хватало. Плюс, всегда остается взрывоопасная ситуация в Средней Азии, где тоже могут потребоваться силы. Объективно, да. Чем больше конфликтов, тем меньше возможности России для адекватного реагирования на тот или иной конфликт. То есть, это распыляет ее силы. И как вы думаете, на данный момент, какую позицию займут Соединенные Штаты? Они будут пытаться урегулировать этот конфликт или отстоять сторону Азербайджана на переговорах, инициировать какие-то переговоры, или за военное решение этого конфликта выступать? Военное, наверное, вряд ли. Я не знаю, если бы сейчас в Штатах власти была администрация Рональда Рейгана, тогда, наверное, бы да, там пошли однозначно на эскалацию этого конфликта с целью ослабить позиции России. Сейчас, мне кажется, позиция США будет более-менее сдержанной. То есть, официально будут декларироваться призывы к мирному урегулированию, но какого-то серьезного давления на стороны, возможно, не будет. Потому как в США прекрасно понимают тупиковость мирного урегулирования данного конфликта. То есть, позиции сторон настолько диаметрально направлены, что там просто нет точек для компромисса. А как вы думаете, кто на этой войне может заработать? Ведь любая война — это для кого-то еще и заработок. Если мы сразу говорим о монетизации, то Израиль. Израиль наряду с Россией является основным поставщиком современного вооружения в Азербайджан. То есть, сейчас Азербайджан в начале апреля провел натурные испытания системы вооружения израильские, которые закупил, сделал выводы. И, возможно, сейчас речь пойдет о дополнительных поставках тех систем, которые показали свою эффективность. Турция тоже является поставщиком вооружения в Азербайджан. И, возможно, тоже сейчас те деньги, которые были накоплены Азербайджаном в период высоких цен на нефть, сейчас, возможно, эти деньги будут пущены на резкое наращивание своих военных возможностей, дабы еще больше усилить свои позиции на переговорах. Либо, если они зайдут в тупик, то устроить очередную демонстрацию. И, как крайний вариант, это уже перейти к полномасштабной боевым действиям, если азербайджанская сторона поймет, что армяне не могут им противостоять эффективно. Что означает эта горячая точка в нынешних современных условиях для Украины и для возможного развития событий на Донбассе? Для Украины это определенно некоторое облегчение ситуации. То есть, чем больше у России появляется этих горячих точек, которые требуют отвлечения ее ресурсов, тем объективно меньше у России инструментов давления на Украину, в том числе военных. То есть, с точки зрения Украины, чем сложнее России в других регионах, тем объективно легче самой Украины, и тем больше шансов к благоприятному исходу событий как на Донбассе, так и возвращению Крыма. Особенно в случае российско-турецкой войны, то есть там вопрос о Крыме может резко актуализироваться. А из-за чего вообще эта российско-турецкая война может вспыхнуть? Из-за какого-то небольшого факта или что-то серьезное должно произойти, как вы считаете? Или достаточно вот какого-то совсем небольшого события? Скажем так, в последний период вот комплекс противоречий между ними растет. Сирия, где Турция была вовлечена очень сильно, и Россия, вмешавшись в этот конфликт, объективно пошла вразрез с турецким интересом. Теперь Азербайджан. Вопрос Крыма для Турции, конечно, не столь актуален, но тоже есть крымско-татарская диаспора на территории Турции. Плюс Турция, вот знаете, вот как Россия позиционирует себя как центр русского мира. Так вот, в Турции фактически власть тот же Путин, который позиционирует себя как отец тюркского мира, и там тоже хотят строить свою великую турецкую империю от моря до моря. И, соответственно, сейчас интересы столкнулись, и противоречия растут. А вот катализатором может быть какой-нибудь инцидент вооруженный. А на чьей стороне тут будет Иран, как вы считаете? Вот с Ираном ситуация интересная. Дело в том, что на территории Ирана живет азербайджанцев в два раза больше, чем в самом Азербайджане. То есть для Ирана азербайджанский вопрос, он во многом сложен. Как и по внутренним причинам, так и по внешним. Потому что Иран с Турцией их интересы часто пересекаются, в той же Сирии пересекаются. С другой стороны, вот когда пошла эскалация в начале апреля, Иран занял довольно сдержанную позицию и даже высказался больше в пользу Азербайджана, чем в пользу Армении. Даже вот когда чьи-то снаряды залетели на территорию Азербайджана в начале апреля, то Иран сделал предупреждение обеим сторонам, сказал о недопустимости таких обстрелов. Вот с Ираном ситуация сложная. Дело в том, что еще Иран, кроме своих личных интересов, он сейчас только построил эти первые шаткие мостики в отношениях с Западом. Иранская нефть сейчас выходит на европейские рынки, и это объективно способствует выходу Ирана с экономического кризиса. Ну и, по крайней мере, ослабление воздействия из-за падения цен на нефть. Поэтому для Ирана очень важно вести себя сдержанно. И даже в той же Сирии он дозированно наращивает свое военное присутствие. Знаете, он делает один шаг, смотрит на реакцию Запада. Если Запад допускает, он делает еще один шаг. То есть, с одной стороны, и защищает свои интересы, но делает это очень аккуратно, дабы не поссориться с Западом. Когда отношения начали стабилизироваться. Хотя Иран действительно, это третья сторона, которая вовлечена в этот конфликт. И, возможно, не останется безучастной, если будет считать, что ее интересам серьезно угрожает этот конфликт, либо увидев для себя какие-то окно возможностей, которые можно реализовать в данном конфликте. Возможно ли введение миротворцев в Нагорный Карабах, как вы считаете? И чьих миротворцев? Вот это уже сложный вопрос. Мне кажется, сейчас объективно нет, потому что это сейчас невыгодно Азербайджану. То есть, Азербайджан и предыдущие 20 лет устраивал ситуацию ни мира, ни войны. Когда официально не было признано поражение и отказ от этих территорий. С другой стороны, наличие части оккупированной территории позволяет использовать этот факт во внутренней политике. Образ коварного врага и так далее. Сейчас же, когда на фоне экономического кризиса правительство вынуждено искать иные формы роста популярности, то вот маленькая победоносная война – это, возможно, то, что необходимо. И вот локальный успех начала апреля с большим воодушевлением был воспринят азербайджанским обществом. То есть, когда армия продемонстрировала, что не зря были вложены большие средства, что вот та мощь, которая демонстрировалась на ежегодных парадах в Баку, это мощь, которая приносит вполне конкретный результат освобождения азербайджанской территории. То есть, тут, возможно, и еще понадобится повторная демонстрация, чтобы общество видело успехи военного плана и меньше смотрело в холодильник. Ну и не забудут ли вообще все об Украине в этой ситуации? Если все сосредоточат внимание на Кавказе, соответственно, мы можем что получить? То есть, смотря на сколько конфликт будет интенсивным. То есть, если в нынешнем формате, даже при таких обострениях, как имело место недавно, то да, это некая вспышка информационных агентств. Все посмотрели, что да, на Карабахский конфликт разморозился. Но все-таки влияние событий в Карабахе на тот же Евросоюз, ну, существенно, меньше, чем событий в Украине. При том, что перестрелки там были всегда и погибшие. Да, да, конечно. То есть, там завидно... Это просто внимание не было настолько сосредоточено на этом. Потому что раньше эти потери, они растягивались во времени. То есть, условно говоря, в течение года каждая сторона теряла по нескольку десяткам военнослужащих. Сейчас эти несколько десятков погибли буквально в течение одной неполной недели. Плюс раньше было очень важно, что перестрелки были, но не было изменения территории. То есть, позиции не менялись. А тут азербайджанская сторона продвинулась. То есть, это уже говорит о некотором качестве на скачке. То есть, не только интенсивность потери. У нас буквально полминуты. Подводя итоги, как будет развиваться этот конфликт на Горном Карабахе, как вы считаете, и каково влияние на Украину? Я думаю, все-таки вот такие вспышки, эскалации, они продолжатся. Полностью нельзя исключить полномасштабную войну. И объективно, я думаю, положение Украины облегчает. Спасибо за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях сегодня был Вячеслав Целуйко, военный аналитик, специалист по современным вооруженным конфликтам. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин